Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, наверное, мы заканчиваем сегодня с вами вот этот наш марафон по эндокринологии. Хорошо, я буду только рад. И вот в заключении текущего цикла мы обсудим с вами рекомендации по диагностике сахарного диабета, потому что я думаю, что врач-терапевт достаточно часто встречается с пациентами, которые приходят к нему с жалобами на сухость во рту, учащенное обильное мочеиспускание и с повышенным уровнем глюкозы крови. Вот что делать с этими пациентами и как на сегодня должна проходить диагностика сахарного диабета. Ну, у нас на самом деле выбор не очень большой, потому что у нас есть уровень глюкозы крови, он может быть натощак, может быть просто случайный, там где-то посмотрел в течение дня. У нас есть тест толерантности глюкозы, пероральной или внутривенной, но, как правило, у нас три варианта, которые требуют обсуждения. И вот здесь первое, от чего мы должны понять, что же такое уровень глюкозы крови. Я уже сказал, он бывает натощак. Вот что такое натощак? Об этом нужно помнить всегда. Это голодание в течение не менее 8 часов и не более 14. То есть забор глюкозы крови на диагностику диабета должен быть взят в промежутке от 8 до 14 часов после последнего приема пищи. И никак иначе. Случайное определение – это уже любое время суток, вне зависимости от времени, от приема пищи. То есть совсем ни от чего не зависит. И также надо отметить, очень часто, к сожалению, мы встречаемся, доктор говорит пациенту, ну ты покушай дома, а через 2 часа придешь и возьмешь глюкозу крови. Вот это недопустимо. То есть пробный завтрак после еды, перед едой, кроме вот этого натощак, это на сегодня не используется для диагностики сахарного диабета. Ну и, соответственно, как правильно определить уровень глюкозы крови? Вот это, к сожалению, не всегда выполняется. Потому что мало того, что надо правильно взять в определенное время, так еще в лаборатории эта глюкоза должна быть правильно обработана. Так вот, дело в том, что для диагностики диабета определение глюкозы крови должно производиться либо сразу после взятия крови, то есть вот прям сразу, как взяли, либо кровь должна быть центрифугирована сразу после взятия крови. Если она не центрифугирована, то хранится при температуре от 0 до 4 градусов Цельсия, то есть после забора пробирка сразу должна быть убрана в холодильник. Ну и обязательно должен быть консервант в виде флюорида натрия в пробирочке. Вот только такой способ забора крови и обработка крови на сегодня допускается. Уверяю вас, что не любая лаборатория, к сожалению, это делает, и, естественно, мы получаем не всегда правильные результаты. Что касается теста толерантности глюкозы, то он проводится только при так называемых сомнительных уровнях. Какие-то уровни, я покажу вам. И проводится на сегодня только с 75 граммами глюкозы. Если это моногидрат глюкозы, то 82,5. Раньше те, кто давно работают с этими пациентами, знают, там были и 50 грамм, и 100 грамм глюкозы. Вот это на сегодня не используется. Только 75 грамм глюкозы. Причем утром проводится этот тест, это обязательно. И еще одна ошибка, которую запускают при проведении вот этого теста. Говорят пациенту, соблюдай диету, а потом проведи этот тест. Вот этот тест нельзя проводить на фоне никаких диет. То есть минимум 3 дня пациент должен находиться на неограниченном питании. Ну и далее тесту должно присутствовать то же самое ночное голодание в течение 8-14 часов. И еще одну ошибку допускают наши пациенты. Накануне они пропускают ужин, как бы готовятся к этому тесту. Вот этого тоже делать нельзя. То есть вечерний прием пищи должен содержать где-то 30-50 грамм углеводов. И это тоже важно. Ну и наконец, конечно же, тест не проводится на фоне сопутствующих заболеваний, простудных или обострения хронических. Во время и до теста в этот день пациент не должен курить, если он курит, это обязательно. И во время теста не должно быть никаких физических нагрузок. Очень часто в лаборатории лаборант берет вот этот первый забор крови после того, как пациент выпил глюкозу и говорит, а теперь иди погуляй. Ну и наш пациент это воспринимает буквально. Он идет по магазинам, идет, гуляет вокруг поликлиники. Вот это недопустимо. Как посадят его около лаборатории, так все два часа он должен сидеть около лаборатории. Ну и также глюкоза разводится где-то в стакане воды, это 250-300 миллилитров. И обязательно нужно проверить, есть ли на дне стакана осадок. Если осадок есть и его не выпить, соответственно, это будет уже не 75 грамм глюкозы. Поэтому обязательно проследить вот за этим моментом. Ну и глюкозу можно выпить не более чем за 5 минут. Некоторые пациенты растягивают это удовольствие, соответственно, этого делать не надо. Отсчет времени производится сначала первого глотка глюкозы, с момента, когда пациент начинает пить глюкозу. И второе определение только через 2 часа. Опять-таки есть варианты через час, через 2 часа, через 3. Вот для диагностики диабета это только 2 часа. Я не беру беременных женщин. Там немножко другая схема. И более того, еще одна ошибка, которая допускается, особенно в коммерческих центрах, это определение глюкозы крови с глюкометром. На сегодня глюкометр не разрешен любой, какой бы он ни был, для диагностики диабета. Только для самоконтроля. Поэтому, если тест проведен глюкометром, мы часто об этом спрашиваем пациентам. Пациент говорит, а мне глюкометром смотрели, каким-то маленьким аппаратиком. Вот можете сразу результаты этого теста выбросить. И, к сожалению, пациенту придется проводить этот тест повторно. Ну и вот я говорил уже про диагностические критерии. Вот на сегодня что такое норма. Но прежде чем об этом говорить, мне бы хотелось еще акцентировать внимание на том, что у нас 4 варианта крови. У нас есть цельная кровь и плазма. Ну, цельная кровь это понятно, да? Это неприготовленная, неоткрученная кровь. Плазма это открученная кровь. И, соответственно, цельная кровь тоже бывает венозная, взятая из вены. И капиллярная, взятая из пальца. И с плазмой то же самое. То есть она может быть венозная, может быть капиллярная. Вы сами видите, что нормы несколько разные для вот этих вот различных видов крови. Поэтому прежде чем проводить диагностику, надо знать, откуда была взята кровь. И использована цельная кровь или плазма. Но самым частым из этих видов крови является венозная плазма. То есть вот тот биохимический анализ крови, который мы часто берем нашим пациентам, вы видите, что здесь критерий, нормы сахар крови, глюкоза крови менее 6,1. Если это цельная капиллярная кровь, то есть кровь из пальца, да, то это менее 5,6. Вот что на сегодня понимается нормой. Ну и если взять уже нарушения, то кроме сахарного диабета, есть еще два нарушения глюкозы крови, которые относятся к категории предиабет. Это обратимые нарушения. Это нарушенная гликемия натощак и нарушенная толерантность к глюкозе. Как их различить? Ну вот есть куча вот этих разных таблиц. Опять вы видите все эти нормы для нарушенной толерантности, для нарушенной гликемии натощак, для сахарного диабета. Чтобы было понятно, я вот вам привел вот такие схемки, да. Вот если взять только сахар крови натощак, то не всегда понятно, что это. То ли диабет, то ли нарушенная толерантность. И вот здесь мы вводим понятие так называемых сомнительных уровней глюкозы крови. Вот данный слайд – это цельная капиллярная кровь, то есть кровь из пальца. Вот я уже сказал, что норма менее 5,6. А вот сомнительное значение – это от 5,6 и 6,1 натощак. То есть если вы получили сахар крови вот в этом сомнительном интервале, то, как видите, критерии нарушенной толерантности глюкозы и нарушенной гликемии натощак, они пересекаются, и сказать, что это невозможно. Вот только в этих случаях проводится тест толерантности. А если вы получили сахар крови 6,1 и выше, то это уже критерий сахарного диабета. Ну и если провести тест толерантности, на нижней схемке вы видите, что через 2 часа после нагрузки уже все становится понятным. То же самое для венозной плазмы, абсолютно тоже только чуть-чуть другие цифры. Для венозной плазмы критерием сахарного диабета натощак является 7. То есть нам с вами, в общем-то, надо запомнить две цифры. Если кровь из пальца цельная, то это 6,1 и выше, это диабет. А если это биохимический анализ крови, то это 7 и выше. Вот, собственно, то, что нужно запомнить. Но это другая кровь, венозная, цельная. И также еще у нас осталась капиллярная плазма. То есть все встает через 2 часа на свои места. Ну и вот таким образом, да, я уже сказал, что у беременных все немножко по-другому. Вот у беременных кровь берут 3 раза. Натощак через час и через 2 часа. И, соответственно, нормы вы видите. Натощак это уже менее 5,1. Через час менее 10, и через 2 часа менее 8,5. Соответственно, у беременных нет понятия нарушенной толерантности к глюкозе, нарушенной гликемии натощак. У них есть сразу вот такое понятие – гестационный сахарный диабет. И вы видите вот эти критерии. То есть если сахар крови натощак от 5,1 до 7, это венозная плазма, а у беременных не берется для диагностики диабета кровь из пальца, только из вены. Это особенность обследования беременных женщин. Так вот, если венозная плазма от 5,1 до 7 натощак, это уже критерий диабета. Через час более или равно 10 критерий диабета. Через 2 часа более или равно 8,5 до 11, обратите внимание, это тоже гестационный диабет. Вы можете задать вопрос, а если, допустим, натощак получилось более 7, и через 2 часа после нагрузки более 11,1, а это уже явный диабет. Не гестационный, а манифестный, явный сахарный диабет. Ну и третий критерий – гликированный гемоглобин. Это такой критерий, я бы сказал, вспомогательный. Почему? Раньше мы привыкли с вами, я уже много говорил об этом, мы его используем в основном для оценки уровня компенсации диабета. Но вот для диагностики его тоже можно использовать, но как второй критерий, вспомогательный. Если уровень глюкозы крови, гликированного гемоглобина более 6,5, это критерий диабета. Но правда здесь оговорка, что если он менее 6,5, то это все равно не исключает наличие сахарного диабета. И именно поэтому этот критерий является вспомогательным. То есть нужно взять еще один анализ. Ну и в результате, да, у нас получается вот это троица, и желательно, чтобы диабет был подтвержден двумя какими-то методами. Либо это может быть глюкоза крови натощак, но дважды. Это может быть сочетание глюкозы крови натощак с тестом толерантности. Это может быть сочетание глюкозы крови натощак с гликированным гемоглобином. То есть мы должны подтвердить диагноз дважды. Но опять есть исключения. Если к вам пришел пациент с явно выраженными симптомами диабета, сухость во рту, жажда, учащенная обильная моча и спускание, и вы увидели однократно сахар крови, соответствующий диабету, то повторно уже делать ничего не надо. Вы имеете право сразу поставить диагноз сахарного диабета. Ну, а в случае отсутствия вот этих симптомов, да, дважды повторяем какое-то обследование. То есть всегда подтверждаем дважды. Ну и в заключении вот я как бы создал немножко такой алгоритм, который, конечно, хорошо бы иметь на столе врачу-терапевту особенно, потому что здесь вот так схематично отображено, какие обследования и какие уровни глюкозы крови нужно провести при различных ситуациях. Вот это таблица для цельной крови из пальца. И вторая табличка, график, да, это венозная плазма. Самые частые обследования, которые имеются у наших пациентов. Ну и напомню, что мы не можем проводить диагностику вообще диабета любыми методами на фоне острого заболевания, травмы или хирургического вмешательства, потому что это может быть стрессорная гипергликемия, на фоне какого-то кратковременного приема препаратов, повышающих уровень глюкозы крови, ну, например, глюкокортикоиды, датериоидные гормоны, тиазиды, бета-адреноблокаторы и у больных с циррозом печени. Вот, собственно, тот круг вопросов и та диагностика диабета, коротко, которая должна быть проведена у наших пациентов. Ну и в заключении я, как всегда, напоминаю вам про наших помощников, информационных спонсоров. И сегодня еще раз хотелось бы акцентировать ваше внимание на преимущество глюкометра Контур Плюс Ван. Это единственный пока что у нас умный глюкометр, потому что у него есть технология «Второй шанс», которая позволяет добавить кровь на ту же полоску в глюкометре. Это очень удобно и экономит деньги наших пациентов, потому что у обычных глюкометров, если крови было мало, полоску приходится выбрасывать. Это функция «умная подсветка». Дело в том, что когда глюкометр измерил уровень глюкозы крови, там есть лампочка. Она горит тремя цветами – зеленый, красный, желтый. Вот если загорелась она зеленым цветом, это значит сахар крови в целевых значениях. Если это красный свет, это сахар крови низкий. Если желтый, наоборот, высокий. То есть это очень удобно, особенно для пожилых пациентов, потому что они не будут держать в голове вот эти целевые значения. А увидев цветовую маркировку, они легко могут понять, что с ними происходит. Ну и, наконец, еще одна удобная функция – это структурные отсчеты. И вот перед вами, вот здесь на слайде, да, слева, это график, специально придуманный для врачей. То есть на одном листе все показатели схематично изображены для врача. И, конечно, принеся такой листик врачу, врачу будет легко разобраться с сахарами, которые были сразу за последние 90 дней у пациента. То есть это действительно удобно. Ну и еще одна удобная функция – это функция удаленного контроля, которая особенно нам помогает в период самоизоляции при ковиде. И помогала, да? Потому что врач может дистанционно посмотреть уровень глюкозы крови у своего пациента. Вот у меня в кармане тоже телефон мобильный. Я могу, кому интересно, после лекции показать, как это выглядит, потому что пациенты внесены у меня в телефон, и я действительно в реальном времени вижу уровень глюкозы крови этих пациентов. Ну и глюкометр имеет специальное приложение в телефоне. На любом телефоне это приложение работает. Данные передаются в облако, хранятся, именно поэтому, собственно, глюкометр обладает всеми этими функциями. Ну и также надо помнить, что кроме вот этого нового, умного глюкометра, у нас есть еще контур TS и контур плюс, которые также высокоточные. На сегодня приборы из серии контур считаются одними из самых точных в мире по точности определения уровня глюкозы крови. Они соответствуют российскому... И, соответственно, вы можете их использовать. Вот здесь есть телефон горячей линии, и на разных территориях России, из разных территорий России, пациент может позвонить по телефону горячей линии и получить один из глюкометров, о которых я только что сказал, бесплатно его доставят, этот глюкометр, домой. Спасибо за внимание. Спасибо. Как всегда, ровно в срок. Вопросы? Ну, я думаю, что вопросов, наверное, тут и не будет, но я хочу сказать, что вот эта тема глюкометров, она, вы не поверите, все время обсуждается у нас на рабочей группе Росздравтнадзоре, потому что вот считать этим медицинским изделием, не считать, что считать, как считать, это целое такое направление сейчас развития. Мы с вами оказались в эпоху телемедицины незаметным образом, да, когда вот доктор сидит тут, вот, понимаете ли, и на телефоне больных лечит. Я, кстати, говорю, делаю то же самое. И как-то это вот само по себе, особенно, когда это ковид на нас обрушился, когда больные не могут прийти к врачу, это все больше и больше присутствует в практике. При том, что всякие чиновники говорят, как лечить дистанционно, да вы что, да это невозможно, да, ну, в общем, масса вопросов это до сих пор вызывает, но реально жизнь такая, мы к этому идем, да, к измерению давления передачи врачу, к измерению сахара передачи врачу, да мало ли чего мы можем измерить сегодня, да та же сатурация, кстати говоря, вот. Все это можно передавать врачу, врач может ввести дневник, автоматизированный дневник, если есть программный продукт. Это все очень несложно, и возникает вот вопрос о том, как с этим быть. Мы боремся за то, чтобы максимально расширить эти возможности. Максимально, это совершенно не значит, что врачу делать будет нечего, и что врача не будет. Ровно наоборот, у врача появляется инструмент, да, которым он может пользоваться, который помогает ему не читать от руки написанные бумажки, не знамо как, да, а видеть четкие графики, вот мы только что говорили про индивидуальную норму, да, вот она в виде такой циферки, в виде графика, вы видите, выскакивает человек за индивидуальную норму или нет. И это просто придает гораздо большее значение нашей с вами работе.